Зачем составлять меню на неделю? Вообще привычка составлять меню и планировать, это одна из самых лучших привычек, которые я приобрела за свою жизнь. Она намного упростила мою жизнь, сделала ее проще, организованней, потому что как было до. До того, как меня посетила светлая мысль о том, что все-таки планировать нужно. Вообще весь процесс приготовления еды, он напоминал скачку на взмыленной лошади, причем в этой метафоре лошадью была я, потому что весь этот бесконечный процесс подумать, что приготовить, потом открыть холодильник и посмотреть, что то, что ты придумала, неосуществимо, потому что нет продуктов, потом пойти в магазин, отстоять очередь, принести эти продукты, что-то приготовить, убрать на кухне, накрыть на стол, выбросить мусор и опять все начинать сначала. Очень много времени это занимало очень много, сил, но я думала, что это нормально, но все так живут, это абсолютно нормальный такой процесс, женщины готовят в своих семьях. И я сетовала, конечно, жаловалась мужу, что вот столько много времени это занимает. Он такой с чисто мужской логики, я помню, мне даже предлагал, говорит, а ты запланируй меню на неделю и станет проще. Но я тогда решила, что это не для меня, тогда это было давно, еще вот в 2010 году, до 2010 года, потому что меня останавливала мысль, ну а как я буду планировать меню? А вдруг я запланирую обивные, а мне захочется рыбу? Да, а как же спонтанность, а как же желание есть то, что я хочу, а не то, что я планирую? Да, и эту мысль я отняла как, в общем, не для меня это. Но в 2010 году у меня родилась первая дочка, через два года вторая, потом третья. И вот эти неуспевания, оно умножилось во много раз, потому что, ну, во-первых, до сих пор, когда родился первый ребенок, до сих пор еще была неорганизована сфера жизни, связанная с приготовлением еды, но все намного усложнилось, потому что вот если у вас были маленькие дети или есть маленькие дети, вы знаете, что, ну, невозможно маленькому ребенку объяснить, что мама не будет кормить, потому что мама устала, или давай закажем пиццу, или поедим сосиску шестимесячному ребенку, или полуторагодовому, или ребенку чуть постарше. Надо кормить, надо заботиться, надо гулять, и при этом убирать дома, организовать там постепы вещи, быть хорошей хозяйкой, женой, матерью, все это навалилось. Еще был такой период, вот ребенок маленький, еще годика не было дочки, и муж пошел учиться, и полгода он уходил в 7 утра и приходил в 11 вечера, и весь быт был на мне, бабушки и дедушки были далеко, и вот я тогда только вспомнила, что хорошая мысль была про составление меню, и решила попробовать. Но я подумала, что все, больше нечего терять, потому что уже в таком состоянии, от постоянного недосыпа, от постоянного ощущения, что я ничего не успеваю, из рук все валится, и тогда я села и составила свое первое меню. Эффект был ошеломляющим. На самом деле для меня я попробовала, мне понравилось настолько, что я начала это продолжать и делать дальше, потому что я увидела, что в составлении меню есть 5 огромных плюсов. Первый плюс, ну, во-первых, это колоссальная экономия времени. Когда вы составляете меню на неделю, один раз вы выделили какой-то день на неделю, например, там, пятницу, составили меню на весь следующий день, все, у вас идет экономия за счет того, что вы смогли один раз купить все продукты по списку, у вас эти продукты всегда есть в холодильнике, вы всегда их открываете в холодильнике, знаете, что приготовить. Это, кстати, второй. Вторая выгода у меня перестал меня мучить вопрос, что опять приготовить. Я один раз этим вопросом в неделю задаюсь, и моя энергия, мои силы больше не тратятся на вот эти бесконечные мысли, что опять на обед, что опять на ужин, а что у меня в холодильнике, а что и приготовить из этих трех ингредиентов. Сейчас эти все проблемы решены. Третий большой плюс, он, кстати, стал для меня неожиданностью. Составление меню, оказывается, помогает экономить деньги. Ну, казалось бы, это вообще не было моей целью, но если вы покупаете продукты не каждый день в магазине у дома, а, например, можете организовать либо доставку продуктов, либо сами съездить в большой магазин, где цены немного ниже, вы экономите, во-первых, на том, что используете возможности низких цен, акций, скидок, вы все это тоже можете запланировать. Вы можете учитывать и составлять свое меню так, чтобы все продукты были использованы, чтобы вы не покупали ничего лишнего, чтобы вы не выбрасывали ни продукты, ни готовые даже блюда. Ну, например, вы купили цветную капусту, вам для супа нужна половина кочана, половина соцветия цветной капусты, и вы планируете суп из цветной капусты, и, зная, что у вас еще останется половина кочана, на следующий день вы ставите запеканку из цветной капусты, и у вас все продукты используете. Это третий большой плюс. Четвертый – это правильное разнообразное питание, потому что сейчас несодержимое моего холодильника, и когда вы будете планировать меню, тоже несодержимое вашего холодильника будет диктовать вам, что вы будете есть, чем вы будете питаться. Вы заранее, исходя из своих представлений о том, что такое правильное питание, как вы хотите питаться, какими продуктами, какого качества вы составляете свое меню, из тех блюд, которые вы считаете правильными. И потом уже следуйте этому меню, и ваше питание 100% станет более разнообразным, более правильным, более сбалансированным. Ну и пятая выгода большая от составления меню – это то, что вы почувствуете себя хорошей хозяйкой. Это, кстати, очень большой плюс, потому что мы, женщины, часто стремимся, у нас есть желание быть хорошими хозяйками, заботиться о своем доме, о своих близких, о своих детях, так вот, когда вы составляете меню, вы начинаете более разнообразно готовить. Почему? Ну вот, как было раньше. Раньше я смотрела новые рецепты, думаю, ой, какой хороший рецепт, надо его где-то в закладках сохранить, где-нибудь там на компьютере оставить в виде файла, и я когда-нибудь приготовлю. Ну, в 99% случаев, конечно, это никогда, этот момент никогда не наступал, потому что просто забывалось. Сейчас, если я заношу какой-то рецепт себе в закладке, в записную книжку, то в 99% случаев я его приготовлю, потому что я составляю меню на неделю, я открываю весь свой список из моих хотелок, новых рецептов, которые я хочу попробовать, и ставлю их в меню на следующую неделю. И, соответственно, мой кулинарный рацион, он значительно расширился с того момента. Все это вылилось в сайт меню недели, где уже почти 5000 рецептов, и я постоянно ищу новые рецепты, новые рецепты пробую, но и делюсь с вами. Это 5 очень больших выгод. Но, к сожалению, у составления меню есть и свои минусы. 100%, но я в этом абсолютно убеждена, вот эти 5 выгод, которые связаны с экономией времени, денег, сил, правильного питания и навыков хорошей хозяйки, они намного больше, чем вот эти несколько минусов. Но их тоже нужно сказать, потому что если это ваша история, то, скорее всего, вам нужно будет что-то менять. Первый минус, который может встретиться на вашем пути, если вы будете планировать составлять меню, это как раз ваши навыки хозяйки. Если вы не умеете готовить или готовите очень ограниченное количество блюд, то невозможно составить меню на целую неделю, если вы умеете готовить там, например, яичницу и бутерброды. Все-таки надо повышать свое мастерство и расширить свой рацион хотя бы, вот такой уровень минимум, это по 7 блюд в каждой из основных категорий. Хотя бы 7 разных завтраков, хотя бы 7 разных основных блюд, 7 разных салатов, десертов, если вы их едите, или первых блюд, если вы их едите. Вторая возможная проблема – это отсутствие самодисциплины и вообще желание следовать своим же планам. Ну, например, вы составили идеальное меню, вам таким оно кажется в пятницу, а в субботу вы думаете, ну и что, что я что-то запланировала, все-таки лучше я буду готовить не то, что запланировано по меню, а что-то другое. Ну, конечно, у вас тогда никакое планирование не получится, потому что планирование – это в том числе решение следовать своему плану. То есть вы один раз подумали, все взвесили, рассчитали ваше меню, ваше количество продуктов, сбалансированность рациона, а дальше вы уже об этом не думаете, вы просто следуете вашему собственному плану. Третья проблема – она связана с членами вашей семьи очень часто. Почему? Вот вы составили меню. Оно замечательное, разнообразное, вы полны решимости ему следовать, а ваш муж – нет. Вашему мужу вообще это все сюрприз, и он привык питаться, исходя из того, что открыли в холодильнике, что увидит, что на него смотрит, он и ест. Так вот, ну, проблему эту избежать на самом деле очень легко и очень важно это делать. Меню надо согласовывать со всеми членами семьи, сознательными, которые имеют право голоса в вашей семье. Обязательно согласовывайте, обязательно учитывайте их мнение, ставьте в меню их любимое блюдо. С детьми может быть немножко сложнее, например, если я буду со своими детьми согласовывать меню, они бы, конечно, выбрали, что мы будем питаться только кексами, печеньем, конфетами, сосисками, макаронами. Но у нас с ним договор, да, что вы выбираете десерт, но перед этим вы выбираете салат, выбираете, например, второе блюдо. Они выбирают, и тогда тоже имеют право выбора на десерт. Поэтому обязательно со всеми членами семьи согласовывайте, чтобы потом не было сюрпризов, что они саботируют ваше меню. И последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, она у вас вот здесь в голове, очень многих. Это ожидание незамедлительного и обязательно идеального результата сразу. Никто из нас не умеет предсказывать будущее. Если у вас ваши планы каким-то образом нарушаются, то их просто надо корректировать под изменяющиеся обстоятельства. То есть когда вы составили свое первое меню и столкнулись с тем, что из-за того, что вы еще не идеально умеете планировать, есть какие-то расхождения с этим меню. Например, какое-то блюдо вы забыли, или какой-то ингредиент вы не купили, и это блюдо нельзя приготовить. Или приготовили больше, рассчитали больше, чем нужно, и это блюдо осталось, и непонятно, что делать, сдвигать следующее меню, или наоборот, его выбрасывать в предыдущее. В общем, непонятно, что делать. На самом деле все эти ошибки мы будем разбирать в течение ближайшей недели. Я расскажу, как с ними справляться, и как сделать так, чтобы ваши планы были максимально приближены к реальности, и чтобы ваше меню соблюдалось. Но если вы составите первое меню, конечно, оно будет пока не идеальным. Каждое следующее меню будет более приближено к реальности, поэтому дайте себе время, в том числе на обучение, в том числе время на ошибку. Внимательно смотрите, насколько ваши планы сходятся с реальностью, и у вас обязательно все получите. И планирование меню — это привычка в первую очередь. Поэтому дайте себе время для того, чтобы сформировать и закрепить эту привычку, и тогда, когда вы уже втянетесь, вы себе даже не сможете представить, как я сейчас уже не могу представить, что такое жить без меню, что такое жить без планирования, и как это тогда было ужасно, и как замечательно стало сейчас, когда есть привычка планировать меню.